Вот они, 9 участников конкурса, точнее участниц. Медбратья в Череповце, конечно, есть, но лучшими каждая в своем учреждении показали себя именно эти девушки. Таким был предварительный этап отбора. Сегодня настало время соревноваться друг с другом. Первый тур – теория. Для начала конкурсанткам предложили решить небольшой тест, всего 100 вопросов. Максимальное время – 90 минут. Медсестра третьей детской поликлиники Лариса Шалыгина справилась гораздо раньше, минут за 25. И дело не в том, утверждает конкурсантка, что стаж у нее 11 лет. Если ты приходишь из учебного учреждения, уже на профессиональное место деятельности, там уже ничего не было. Там уже все постепенно осваиваешь, как полагается, если нет, так что-то кто-то поможет. Но на этом теоретический тур не закончился. Впереди участница ожидала еще решения ситуационных задач. Что нужно делать, если больной, например, в анафилактическом шоке или отравился? И что предпринять, и главное сказать, если у пациента подозрение на инфаркт? 29 марта этим медсестрам предстоит пройти еще один этап конкурса, практически. Тут уже на фантоме нужно будет показать, умеешь ли делать уколы, любые. Правильно ли закапываешь капли в глаза, нос и уши. На плечах среднего медицинского персонала огромный фронт работ и ответственность. А вот зарплата не очень большая. На сегодняшний день нужно сказать, что заработная плата среднего медицинского работника в зависимости от стажа и категории колеблется от 8 до 12 тысяч. Условия труда медицинского персонала в большинстве лечебных учреждений Череповца тоже не самые лучшие. Многие больницы и поликлиники требуют ремонта. Вот только масштабных реконструкций в ближайший год ожидать не стоит. На ремонт лечебных учреждений в 2011 году городской бюджет выделил около 20 миллионов рублей. Эти деньги будут направлены на ремонт блока ГД лаборатории первой городской больницы, на разработку проектно-сметной документации на ремонт корпуса «Соматики» первой городской больницы и проектно-сметную документацию на ремонт главного корпуса. Кроме того, сейчас разрабатывается документация на капитальный ремонт вспомогательного корпуса второй городской больницы. Иными словами, в этом году реконструкции будет подвергнута только лаборатория первой городской больницы. Все остальное – это исключительно проектирование капитальных ремонтов. Когда они будут воплощены в жизнь, вопрос открыт. Между тем, кое-какие ремонты в этом году все же будут. С 2011 в Череповце стартует федеральная программа модернизации. Она предполагает создание на базе первой городской больницы травмоцентра. Только на ремонт помещений федерация обещала выделить 254 миллиона рублей. Плюс оборудование тоже закупят на федеральные деньги. Это обновление упростит работу медперсонала. Вывести ее на новый уровень должны и подобные конкурсы профессионального мастерства. Победители конкурса получат денежные премии. 10 тысяч рублей за первое место, 6 за второе и 4 тысячи за третье. Чемпион сестринских соревнований в апреле месяце отправится в Вологду уже на областные соревнования.